МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Главные темы. Потеряет ли Украина статус транзитной страны? К чему еще может привести возобновление транспортной блокады? Что будет на наших улицах, если лазейкой в законе Савченко воспользуются тысячи негодяев и выйдут на свободу? Почему страну захлестнула эпидемия грабежей? Обо всем этом поговорим сегодня. А еще узнаем, что в эти минуты происходит в Брюсселе. И зачем туда отправились все именитые украинские политики. Но сначала я должен высказаться по поводу того, что происходит всю эту неделю вокруг программы. Я всегда стараюсь быть только посредником между вами и политиками. Задавайте вопросы, которые вы хотели бы услышать. И, господи, какая кому разница, что я лично думаю. Но вот сейчас я вынужден попросить у страны несколько минут, чтобы поговорить о личном. В прошлое воскресенье, сразу после эфира, я уехал в аэропорт. Ранний вылет в Лос-Анджелес на «Оскар» для того, чтобы поговорить с режиссером фильма о Майдане. Ранний вылет, быстрая пересадка, затем 13,5 часов в самолете. Ну и вот когда приземлился в Америке, включил телефон, посыпались смс-ки. А беспокойные от друзей, злые, раздраженные, разные всякие, обидные в том числе. Смс-ки о том, что в моем эфире, в воскресенье, в прямом эфире, во время включения с Майдана с родственниками Небесной Сотни, в эфире раздался мат, разлучал мат. Знаете, ну, откровенно, вот там вот наверху аппаратная, там практически каждый эфир матерятся, как сапожники. То сюжет у них не пошел, то техническая лажа какая-то. Я все это слышу по техническому каналу, ну, прямой эфир, нервы, что сделаешь. Но в этот раз случилось так, что вот эта резкая фраза, бранные слова, они прозвучали во время включения с Майдана. Знаете, для каждого из нас Майдан, ну, у каждого из нас своя история, связанная с ним. В моем случае, я никогда об этом не говорил в эфире, делился только с близкими, делился с друзьями. В моем случае в январе 2014 года я принял для себя решение, что я не могу быть в эфире на телеканале Интер. Многие ребята, команда подробностей недели, они и вовсе тогда, в январе 2014-го, ушли с канала. В те страшные дни, самые страшные дни, когда были расстрелы на Институтской, я работал на Майдане с утра до вечера в составе съемочной группы американской CBS News. Вот мы стояли, мы снимали, потому что этим днем репортаж должен быть в эфире, его комментировали, смотрели и комментировали первые лица Америки. А мимо нас несли ребят, окровавленных, раненых, трупы несли. Я всегда буду помнить эту картинку, я всегда буду помнить, что было тогда. Да, именно поэтому для меня особенно сложно вот сейчас с вами разговаривать и объяснять то, что было в эфире. Именно поэтому я обязан, как ведущий этой программы, сказать вам, что я приношу свои извинения, мы приносим свои извинения за то, что ругань на пульте, которая абсолютно не касалась этого сюжета, абсолютно не касалась включения с Майдана, она прозвучала и, к сожалению, прозвучала в прямом эфире. Я считаю, что я лично должен вам объяснить, что случилось, и лично принести извинения. Я намеренно не касаюсь политики. Знаете, вот в этой истории впоследствии появилось очень много политики. Я понимаю, что очень многим не нравятся наши сюжеты, то, что я в эфире делаю, те вопросы, которые я задаю. Но самое главное, что дело здесь не в политике. Самое главное, что вот в этой технической истории, неприятной истории, за которую я сейчас приношу извинения, политики и какого-то злого умысла не было. Давайте продолжим выпуск. На эту камеру, да? Ну, давайте вернемся к событиям уже сегодняшнего дня, а заодно и всей будущей недели. Центр украинской политики. Прямо в эти часы, в эти минуты перемещается в Брюссель вместе с основными парламентскими игроками. Все, у кого есть влияние в украинском парламенте, кто заметен, кто важен для избирателей, все они будут в европейской столице. И следующая неделя там, это неделя украинского парламента. Десятки встреч, официальные и непубличные переговоры с участием первых лиц. За всем этим будет наблюдать наш европейский сапкор София Гордиенко. Вот прямо сейчас она с нами на связи. София, ну вот и по соцсетям, и по новостям здесь в Украине видно, что участники украинской недели уже прибывают в Брюссель. Я так понимаю, решили не дожидаться официального старта с понедельника. Действительно, кого ты уже видела? Да, действительно, украинская парламентская неделя в Брюсселе начнется только завтра, но главные действующие лица уже съезжаются в столицу Евросоюза сегодня. Спикер украинского парламента Владимир Гройсман вылетел еще днем, даже утром. Здесь и вице-спикер Оксана Сыроид, главы фракций. Сегодня ночью и завтра утром в Брюссель приедут и главы парламентских комитетов, самые известные активные депутаты и даже сотрудники парламентского аппарата тоже будут в Брюсселе. Похоже, это может стать одним из самых масштабных за последние месяцы мероприятий в столице Евросоюза, посвященных Украине. Студия. Да, коллега, спасибо. Оставайтесь с нами на связи. А зрителям хочу сказать, что весь эфир мы сегодня будем следить за столицей Евросоюза, ну и попробуем первыми узнать, какие решения можно ожидать по итогам украинской парламентской недели в Европе, ну в том числе и решения, которые будут касаться, наверняка будут касаться, возможного безвизового режима для нас с вами. Но в самой Украине тем временем политическое затишье, назовем это так. После грома скандалов и пафоса обещаний политиков, мол, нужно срочно искать выход из политического кризиса, пока что не видно даже интриг особых. Правда, накануне на одном из сайтов появилось сообщение, якобы премьер Арсений Яценюк согласился добровольно уйти в отставку, и тут же последовали опровержения от его однопартийцев, ну в том числе и самых влиятельных. Но даже по тональности этих опровержений, по скорости их распространения, и потому что реакции самого Яценюка не было достаточно долго, можно понять, кое-что за кулисами украинской политики все-таки происходит. Кто принимает решение, чего ожидать от политиков в ближайшее время, вот все это выясняла наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. Потерялись, пропали, исчезли. Их нет ни в зале Верховной Рады, ни в комитетах, ни в целеновостях. Слуги народа, от лиц и заявлений, которых раньше просто в глазах рябило. Сейчас они разлетелись, разошлись, разъехались, никого в столице не застать. В парламентских кулуарах ветер гуляет, громких заявлений не было и нет. Куда же делись депутаты? Ведь еще неделю назад клялись и божились. Впереди тяжелые дни напряженных переговоров. Как коалицию спасти, как правительство формировать и как мириться после стольких ссор. Но выбирая между мини-отдыхом и радовскими консультациями, почему-то выбрали каникулы. Негайно забирать всех народных депутатов из всего мира и примусить всех работать. Вот наша позиция. Отпустить на три недели в такой критичной, кризовой ситуации Верховную Раду на каникулы – это безответственно и недопустимо. Насколько бы Батькивщина не призывала коллег собраться, вне очередного заседания так и не было. Нардепов не собрали. И из трех десятков комитетов за всю неделю лишь считанные заседали. Может кто-то о чем-то и договаривался, но где и с кем, даже сами депутаты не знают. Это игра и маніпуляция. Поэтому, в первую очередь, нам надо задействовать несколько вопросов. Первое, есть или нет коалиции, или запущенный механизм переформатирования и создания новой коалиции. А второе вопрос, что делать дальше с комитетом министом, с которым не собирается большая часть парламента, несмотря на это ганебное голосование, співпрацевать. Я не открою великий секрет, когда скажу, что, на жаль, в парламентской президентской республике центры принятия решений находятся не в парламенте. Поэтому мы не собирались. И если говорить про реальный стан вещей, решения принимаются под замежами парламента. А пока в парламенте молчат, Кабмин, наполчав двоек за реформы, а точнее их отсутствие, чувствует себя более чем уверенно. И пока депутаты попали с экранов, министры с удовольствием красовались в эфире. Это уже третий пост заседания Кабмину Министров Украины в прямом эфире. Расслабленные, спокойные, довольные. Отчитываются по точным и, словно еще вчера не звучало слово «отставка» строят планы на будущее. Повода волноваться у них действительно не было. Всю неделю об увольнении их ни слова. И только викенд министром испортил глава фракции БПП, заявив в Фейсбуке, правительство нужно менять. Мол, из-за нежелания премьера признавать развал коалиции, Украина теряет. Кризис в отношениях с Западом усугубляется. А значит, уже на следующей неделе должны начаться переговоры и о новом правительстве, и о новом формате большинства. Какая там перезагрузка, удивились про премьерской фракции. Там так тщательно читали Конституцию, что решили, коалиция и вовсе не нужна. Если вчитываться в закон и в Конституцию прямо, то получается следующим образом. До тех пор, пока Кабинет министров не послан в отставку, то коалиция может даже и не быть. И только тогда, когда Кабинет министров уйдет в отставку, тогда нужно создать новую коалицию, избирать нового премьер-министра и формировать новый став Кабинет министра. Вот такой интересный вывод я пришел, анализируя Конституцию. Но к этим интересным выводам пришли только в Народном фронте. Остальные фракции уверены, коалиция нужна. Новая. И при условии, что правительство поменяется. Пока не будет глобального решения, или это будет действующий уряд, или это будет формование нового уряда, эти перемены, они такие, безрезультатные. В этом и ответ на вопрос, куда пропали депутаты. Да, кто-то украинский пасмурный февраль применял на теплый и багамский. Да, кто-то столичные автотрассы сменил на разбитые проселочные дороги, отправившись в округа. Послушать, что люди скажут. Но в основном депутаты просто затихли. Не хотят комментировать происходящее. С одной стороны, в подробности закулисных торгов они не очень-то и посвящены. А с другой, расклады в украинской политике в эти дни меняются так часто, а иногда кардинально, что многие просто не рискуют что-то говорить. Чтобы завтра не пришлось отказываться от своих слов. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Иван Нашкиндер. Подробности недели в телеканал Интер. Ну и пока в украинском парламенте непривычная тишина. Только в некоторых комитетах продолжается работа. Почти все самые видные депутаты во главе со спикером Владимиром Гройсманом отправились в Брюссель. Там начинается завтра украинская парламентская неделя. Ну и давайте об этом... Коллеги, да, там у нас есть исключения. Давайте об этом поговорим с нашим корреспондентом. София Гордиенко выйдет на связь. Она весь эфир, ну и далее всю неделю будет за этим следить. София, а что говорят в самом Брюсселе? Вот каких решений, каких заявлений можно ожидать по итогам этой недели? Ну, во-первых, важен статус события. Все-таки это первая в истории украинская парламентская неделя в сердце Европы. Здесь даже шутят, мол, украинцы в Европарламенте завтра будет больше, чем европейцев. Если говорить об официальных планах, то три дня грядущих можно назвать курсами повышения квалификации для украинских депутатов. Запланированы десятки встреч с европейскими политиками и руководителями Европарламента. Форматы самые разные. От круглых столов и дискуссий высокого уровня до дипломатических приемов и коктейлей. Главными темами будут, конечно, реформы, в том числе и реформа Верховной Рады. Кстати, еще до вылета из аэропорта Борис Поль Владимир Гройсман записал видео на своей странице в Фейсбуке, в котором пообещал представить в Брюсселе детальный пошаговый план реформы парламента. По настроениям здесь, в столице Евросоюза, можно судить, что и одну из самых болезненных тем для украинских депутатов в Европе стороной обходить не намерены. Это кнопкодавство и вообще тема этики наших депутатов, они будут центры внимания. Ну и второе, что важно отметить, кроме самих депутатов, в Брюсселе высадится и целый десант представителей гражданского общества, активистов и экспертов из Украины. С их участием украинская парламентская неделя, как отмечают наблюдатели, может очень быстро выйти за рамки официальных тем и придется говорить обо всех проблемах нашей страны, начиная с коррупции и заканчивая тем, что парламент уже вторую неделю, собственно, де-факто неработоспособен. Коалиция ведь под вопросом. Студия? Да, понятно, хорошо. Если будет еще новая информация, если будут новые заявления, потому что, я так понимаю, у вас будет доступ к нашим политикам, то выходите с нами на связь просто по ходу эфира. Два дня, которые могут изменить украинскую историю. Я вовсе не о брюссельских встречах. Дело в том, что потерять статус транзитной страны для Украины вполне реально. Цена вопроса 15 миллиардов гривен и около 5000 рабочих мест. Первые громкие новости пришли накануне сразу в нескольких областях Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской, на Волынии, в Закарпатье под партийными флагами свободы были остановлены десятки фур. Но вот сегодня появились новости о том, что к блокаде подключаются еще в Житомирской области. Свободовцы не поддержали решение Кабмина о транзите российских грузовиков через украинскую территорию. Пообещали продолжать блокаду, о которой мы так много сообщали в новостях. Ну, как они сами сказали, до полного прекращения российского транзита через Украину. Это мгновенно стало сенсацией. Ведь если заблокируют российские грузовики в Украине, то и ответные шаги от России, конечно же, последуют. Причем нашу страну россияне объехать могут. Как раз Польша до апреля разрешила транзит российских фур. Но вот украинские водители могут остаться без работы. Россию так просто не объедешь. И еще один момент есть. Хотя грузовики через Украину едут российские, товары в них в основном европейские. То, за что уже заплатили в Евросоюзе. Как далеко могут зайти активисты? Чем такая блокада грозит Украине? Давайте из первых уст узнаем. С нами сейчас на прямой связи министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский. Именно его ведомство занимается решением этой проблемы. Вечер добрый. Спасибо, что присоединились. Вы с нами? Так, добрый вечер. Добрый вечер. Первое вопрос, чтобы понять ситуацию и почувствовать ее из первых уст. Станом на сейчас. Чи есть блокада, чи нет? Нет, блокада нет. Есть, можно так сказать, висловление позиции общественных активистов от партии «Свобода». Но все автомобили с российской регистрацией, которые с нуля годин 25 лютого заходили на территорию Украины, с Европейского Союза, або с территории Белоруси, або с Российской Федерации, все або выехали за межи Украины, або водители сейчас и продолжают рух завтра. А какие могут быть сбытки через это? Самые перевозники сказали, что цена вопроса, если взрывается транзит, 15 миллиардов гривен. Вы как оценивали, какие вообще сбытки могут быть для Украины? Вы знаете, что перевозники говорят только сейчас про прямые сбытки. Есть еще не прямые сбытки. Наши европейские партнери в випадку, если будет блокирование транзиту, могут подать Козовы до СОТ против Украины за блокирование транзиту. За международными правилами, за международным правом блокирование транзиту заборонено. Транзит не имеет в кордоне. И еще очень важная ситуация. Если рассчитать, сколько за последние несколько дней с 25 числа зашло автомобиль с российской регистрацией на территории Украины, если посмотреть, сколько украинских вантажей у них ехать по территории России, мы говорим про разницу приблизительно в 7 раз. То есть, украинских автотранспортных средств, фур, которые ехать по территории РФ, везут вантажей в направлении Азии или в направлении Европы на сегодня в 7 раз больше. Что будут эти люди делать, если они втратят работу? Мы говорим сейчас про десятки тысяч людей. Пане министр, скажите мне, а что самі активисты говорят? У вас есть с ними диалог? Они понимают масштаб проблемы? Что вообще будет ваше ведомство? Что Украина будет делать, чтобы как-то это владеть? Украина была и будет надежным транзитером. В последние два года идет агрессия РФ по отношению к Украине. Что эти активисты сделали в последние два года? Почему, власне, за последние несколько дней вы не решили озвучить свою позицию? Чи не співпало это с очень гучными голосами про то, что нужны парламентские выборы? Может, это уже для партии «Свобода» начаток парламентских перегоней? То есть вы не исключаете, что тут есть политический мотив, не экономический, не патріотический, а саме политика? Так, так. И враховуючи, какая ситуация на дорогах Украины, враховуючи, каким чином происходят так называемые зубинки автомобилей, в большинстве своей войны, который происходит на камеру, после того, как приезжает полиция или спецслужба, автомобили продолжают вольный рух и нет никаких ограничений. Но очень хорошая картинка происходит в России, очень хорошую картинку партия «Свобода» дает для России. Дякую дуже, що роз'яснили. Дякую за прямоту, за те, що напраховували за дипломатичними якимись формулюваннями ту ситуацію, що є. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський був с нами на прямой связи. І ще одна тема. Если решення не буде уже в ближайшее время, то последствия для України тоже могут быть самые неприятные. Ну, только представьте, тысячи преступников могут оказаться на свободе досрочно, если депутаты не примут всего лишь одно решение, всего лишь одну поправку. А вот какую? Ответ смотрите в сюжете Романа Бачкалы. Выйдет ли Надежда Савченко благодаря закону своего имени? Ещё вопрос. А вот то, что благодаря этому документу десятки, если не сотни опасных преступников уже на свободе – факт. Мы в Белой Церкви, 35-я исправительная колония. Здесь отбывают наказания исключительно рецидивисты. С тех пор, как все эти двери стали чаще открываться, чем закрываться, почти каждый день звучит команда на выход с вещами. 600 человек, и каждый написал туда, это уже 600 материалов, и плюс некоторые даже по два раза. То есть многие пишут, да? Все, абсолютно, практически все. Осуждённые обращаются в суды, чтобы те скостили им срок нахождения в неволе. Ведь теперь день в СИЗО считается за два в колонии. Этот закон позволит досрочно выйти на волю 15 тысячам заключённых, подсчитали в Харьковской правозащитной группе. Её председатель Евгений Захаров в целом оценивает закон положительно. Довольно много заключённых по нашему опыту и по нашим наблюдениям получили или несправедливые, или неадекватно жестокие приговоры, которые не соответствуют тем преступлениям, которые они совершили. Но есть и риск. На свободе может оказаться целая армия опасных преступников. Это, в общем-то, определённый риск для общества, поскольку эти люди могут опять совершить преступления. Это, как правило, рецидивисты чаще всего. Вот как раз к ним, рецидивистам, мы и идём. Вы сейчас всё увидите сами, пообщаетесь. Это же не секрет никакой. Кто не хочет, просто отвернитесь к окну. Стандартное отделение на 25 человек. У Игоря уже восьмая ходка. Благодаря новому закону на днях он окажется на свободе. А так сидел бы ещё несколько лет. Я считаю, что правильный закон. Вот у меня вчера приятель освободился. Приятель тоже рецидивист. В любом случае они освободятся, понимаете. Руководство колонии в шоке, но вынуждено выпускать в прошлом опасных преступников. На днях, например, отсюда освободился насильник, замучивший в своё время нескольких человек в Василькове, Киевской области. Даже по жизненникам то же самое. Они тоже подпадают под этот закон. Им пересчитают, скорее всего. Закон не до конца изучен. Вот так. Я бы сказал, в сыром виде подан. А если уже говорить объективно, пусть это будет моё личное мнение, я против, потому что, например, применять закон бездумно ко всем – это неправильно. Бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький считает, что задумка была правильной – разгрузить СИЗО. Ведь многие находятся в изоляторах необоснованно долго. Вот только эффект оказался обратным. Если для сравнения по статистике на прошлую неделю из колонии освободилось 1600 человек, из следственных изоляторов – аж 100. Поэтому цели совершенно не достигнуты. И говорит о том, что просто не продумывался этот закон, когда принимался. Среди воспользовавшихся законом Савченко судья Калядник Зварыч. И вот-вот на свободу должен выйти бывший нардеп Лозинский, устраивавший сафари на людей. И в первую очередь попадут под этот закон те, кто совершил самые тяжкие преступления. Ведь, как правило, именно они сидят в СИЗО дольше всех. Под этот закон не должны попадать статьи, которые предусматривают в дальнейшем отбытие наказания в учреждениях максимального уровня безопасности. Это особо тяжкие статьи, такие как умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, бандитизм. В СИЗО сидят на самом деле долго. Преимущества получают те, у кого особо тяжкие преступления сейчас. А если человеку нечего есть, он совершает кражу, тут же его ловят, например. Он все признал, ему дали срок, он приехал в тюрьму отдавать наказание. То понятно, что его этот закон коснется очень-очень мало. Сколько ему там засчитают. Ну и представьте ОПГ, так называемые группы, да, которые разбоем занимались, грабежами, убийствами и так далее. Тяжелые статьи. У которых сидят, не секрет, ни по одному году в СИЗО. Есть и 5 лет, есть и 7 лет. Вот и представьте, кому больше это коснется. Кого? Народный депутат Борислав Береза предлагает внести поправки. Что люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления, не имеют права воспользоваться этим законом. То есть все те, у кого срок нахождения в местах не столь отдаленных менее 10 лет, и которые не подпадают к этим параметрам, конечно же могут. Поправки Березы должны были рассмотреть на прошлой неделе, но отложили. Видимо, депутатам пока не до них. По отношению к здравому смыслу, ну, некоторые вопросы есть. Это было предложено как закон от Надежды Савченко. Он теперь позволяет тем лицам, которые находились в следственном изоляторе, засчитывать, так сказать, один день там нахождения за два, и таким образом общий срок отбывания наказания уменьшается. С другой стороны, это закон направленный на гуманизацию отношения к тем, кто нарушил закон. Проблема ведь на самом деле не только с тем, сколько человек отсидит. Проблема в том, исправится ли он там. Он, наоборот, калечит и ломает. Зато на зоне Надежда Савченко теперь главная любимица. И даже если поправки будут приняты, то их действие распространится только на тех, кого осудят уже после вступления поправок в силу. Ведь, как известно, закон обратной силы не имеет. Роман Дочкала, Катерина Лысенко, Лидия Калинина, Владимир Дедов и Ирина Дьяченко. Подробности недели, телеканал Интер. Ну и что самое удивительное, мы говорили с вами об этом в прошлой программе, поправку, которая могла бы исправить ситуацию, Рада могла принять. Могла принять еще несколько недель назад, но забыла. Ну, в кадровых спорах, видимо. А теперь длительный перерыв, тоже не до этого. А главное в этой проблеме – последствия. Вот если даже сейчас, с нынешним количеством преступников на улицах, рост числа грабежей и угонов в Украине похож буквально на криминальную эпидемию, то если на свободу и с чистой совестью выйдут десятки тысяч бандитов, жизнь станет куда опаснее. Руслан Смещук об этом. Такой ужасный крик, что я до конца жизни, наверное, не забуду этот крик. Эта история шокировала Одессу. Вот на этой детской площадке две девушки познакомились с парнем, пофлиртовали, а потом подозвали своих пятерых подельников и тех лоднокровно убили свою жертву. Всего лишь ради телефона признались на допросе. За что убили? За телефон. Волна криминала накрывает Украину. Убийства, кражи, грабежи, разбойное нападение. Число преступлений растет по всей стране. Так доходит буквально до курьезов. В одном и том же доме, в одном и том же подъезде может быть сразу несколько жертв. Что такое увеличение количества краш и грабежей, прекрасно знают жители этого новостроя в одном из спальных районов Киева. Здесь за одну ночь обокрали 9 этажей подряд. В основном из тамбуров воровали велосипеды, я так понимаю, то, что там лежало, все подряд воровали. Взяли бы и больше, но преступников спугнули. Только и успели, что замки испортить. Забавно, что в подъезде была и консьержка. Воров-то и ночью не заметила, зато на журналистов среагировала мгновенно. Не снимайте меня, пожалуйста. Согласно официальным данным МВД, количество квартирных краж в столице возросло минимум на 10%, а раскрывается всего 30-40% преступлений. То есть хозяева 6 из 10 квартир никогда не добьются справедливости. И это только официальная статистика. Неофициальная может быть в разы больше. Значительно реже стали обращаться в милицию. Соответственно, учитывая это, реальная статистика, что ни на 20, ни на 30% преступность возросла, а в десятки раз, если не в сотню. Такие случаи показывают общую ситуацию. Преступлений становится больше, злоумышленники смелеют. А что полиция? Регистрируют тысячи новых заявлений от жертв. Даже киевские правоохранители на наш запрос быстро ответить не смогли. Так много информации пришлось сводить воедино. Протягом сечня 2016 года до органов столичной полиции надошло фактически на 2000 поведомлений больше, чем за аналогичный период минулого года. И не только большие города страдают. Преступники даже в провинции находят чем поживиться. Село Красноселка, Одесская область. За последнее время тут произошло около сотни грабежей и четыре убийства. Когда зашел, обнаружил, что вся квартира перерыта. Все полностью, вся электротехника, ну то есть телевизоры, компьютеры, ноутбуки, все вынесли. После меня еще прошли несколько грабежей. Полиция не справилась и на защиту родного села вышли сами жители. Никто ничего не смог с этим сделать. В милиции сократили штат. Вот говорят, их сейчас четыре человека на несколько сел. Сначала ездили, через день дежурили эти экипажи. Очень мало было людей, там допустим 15, 20. Ну как бы мы все друзья, вот, кого сумели, того привлекли. После выхода на улицы этих крепких мужчин количество грабежей упало тут до ноля. Больше не хочешь, а семью свою по-любому будешь оборонять. Ездить по деревне. Потому что страшновато немножко становится на сегодняшний день. Страшновато не то слово. По данным генпрокуратуры с 2013 года количество тяжких преступлений возросло минимум вдвое. Еще одна беда – угоны. За год их количество увеличилось на треть. Только за последнее время киевская полиция задержала сразу несколько банд автоворов. Причем в одной из них действовал бывший сотрудник спецотряда ГАИ «Кобра». Три группы мы таких уже установили и затримали учасников. Двие из них специализировались на выкрадении автомобилей так званого ВИП-класса. Третья группа – это автомобили среднего класса, в частности, витчизненного производства. Отечественные ЗАЗы, советские и российские ВАЗы часто угоняют на запчасти. Дорогие машины – под заказ. Причем угоняют у всех. Так недавно жертвой воров стал Константин Меладзе. Он лишился своего «Лексуса». Пострадал и Павел Зибров. Машина народного артиста осталась на месте. Зато барсетка из нее с документами и 15 тысячами гривен пропала. Не надеясь только на одну полицию, жертвы и сами участвуют в розыске. Они публикуют в соцсетях фото своих пропавших машин. Если другие пользователи находят похожий автомобиль, сообщают о том, где и когда его видели. Эксперты говорят, что это только начало. А правоохранительные органы за последние несколько лет лишились значительного количества профессионалов. Сама структура на протяжении более полутора лет целенаправленно вымывается. В значительной степени сегодня, опустошив оперативные подразделения, уничтожив по сути огромную массу профессиональных розыскников, крайне ослабив следствие, по сути сегодня Министерство внутренних дел превратилось в набор, где вот красивые лозунги висят, призывы. Пока единственный безоговорочный успех реформы МВД – создание патрульной полиции. Ей, согласно соцопросам, доверяет 52% украинцев. Прошлой милиции, например, верили всего 22% граждан. Но одна только патрульная полиция с ростом преступности не справляется. А значит, в ближайшие месяцы и, возможно, годы число преступлений будет только расти. Так что и 90-е могут показаться эпохой невинных шалостей. Руслан Смещук, Кирилл Ющишин, Александр Данилов и Богдан Иванов. Подробности недели – телеканал «Интер». Ну и почему мы к этой теме обратились, вы, возможно, видели в прессе. Киев признан самым опасным городом Европы. Анализ проводили более чем в четырех сотнях городов. Ну и давайте откровенно. Первая ассоциация, когда мы говорим сейчас «силовики» – ну, конечно же, новая патрульная полиция. Молодые ребята, в чем-то наивные, может быть, не до конца подготовленные, но новые люди, те, кто не будет в кустах прятаться в ожидании взяток или пьяных вылавливать, чтобы заработать себе на похмелку. Просто при этом реформа всей основной системы МВД, она выглядит вот как нечто рутинное, как не такое важное. А именно это фундамент правоохранительной системы. Ведь когда говорят о полиции, мы имеем в виду, в первую очередь, именно патрульных, но когда люди сталкиваются с криминалом, с угонами, вот с тем, о том, что в сюжете было, и обращаются за помощью в ту самую полицию, то попадают уже к совсем другим полицейским. Ну, по сути, к привычным милиционерам, как бы их формально не называли. Кирилл Куликов, руководитель Центрального бюро Интерпола в Украине с 2005 по 2007 к нам сейчас присоединяется, в прямом эфире, с ним и поговорим, как с этим быть. Вечер добрый, спасибо, что присоединились. Добрый вечер. Скажите, ну вот вы знаете эту систему изнутри, не только систему Интерпола, но и систему МВД в целом. А что происходит, что не так с реформами? К сожалению, новую систему вряд ли я знаю изнутри. Мне кажется, что новая система это больше такая рекламная вывеска, потому что якобы измененная патрульная полиция, это не системная реформа полиции в целом. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день из органов правопорядка уволено огромное количество специалистов. Не важно по каким причинам, важно посмотреть, кто люди, которые принимали решения, хороший полицейский, нехороший полицейский. Скажем так, приверженность. Я был три месяца на Майдане, с первого дня по последний. Но я не считаю, что принцип приверженности Майдану или неприверженности Майдану является основным критерием для отбора профессионалов. То, что происходит на сегодняшний день в стране, это, к сожалению, не реформа, а ее провал. И сегодня в срочном порядке, все, что вы показали, свидетельствует лишь о том, что нужно принимать срочные меры. Нужно обратно возвращаться к профессионалам. Я надеюсь, что многие из них вернутся, готовы служить новой Украине. Кирилл, простите, а что делать с таким ростом преступности? Ну вот вы сказали, что нужно принимать срочные меры. А что конкретно может быть сделано? Вы знаете, конкретно я же говорю, что полицейская деятельность, это деятельность профессиональная. За три месяца подготовить профессионалов, то, что вы говорите, что это успех реформы, это скорее ее провал. Мы видели с этими всеми погонями, видели со всеми там убийствами пассажиров, какой это был провал. И каждый день уровень доверия к этой патрульной полиции, к сожалению, снижается. Потому что за три месяца ничего хорошего, кроме рекламы, сделать нельзя. Даже прапорщиков в советское время готовили, извините меня, два года. Надо возвращать профессионалов. Надо делать работу полиции престижной. Надо брать людей. Потому что сегодня мы очень долго говорили о прекрасном термине, таком красивом, под названием коррупция. Вот мы все вместе боролись, боремся и будем бороться с коррупцией. Но нас захлестнула бытовая преступность. Угоны автомобилей, кражи, убийства. И оно увеличено в разы. Просто люди, которые на сегодняшний день руководят этой полицией, ну, мне кажется, не заинтересованы в развитии Украины как государства. Они здесь временные. Понятно. Спасибо за ваше мнение. Кирилл Куликов был с нами на связи. Протесты, рост преступности, ну, вот о котором мы сейчас в эфире говорим, и последствия войны на востоке нашей страны, все это отпугивает европейцев от Украины, отпугивает инвесторов. Ну, и, конечно же, отпугивает рейдерство и политическая нестабильность. Ну, простой пример. Вы увидите его в сюжете Оксаны Григорьевой. Заложниками в центре Киева стали сотрудники главного телеканала страны. В этот четверг бойцы милицейского батальона Азов заблокировали все выходы и входы из офиса телеканала. Полиция не вмешивалась. Просто наблюдала в стороне за действиями своих фактически сослуживцев. В тот же день группа активистов, представившихся организацией Вильни-Люды, пыталась прорваться в здание редакции подробностей. На угрозы журналистам моментально отреагировали в ЕС. Представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович призвала украинские власти немедленно вмешаться и прекратить нападки на телеканал Интер. Жесткую оценку блокады телеканала дали и в парламентском комитете по свободе слова. Дии милицейского полка біля телекомпании – это черговый подарок врагам Украины, который, я уверен, будут использовать в информационной войне против нашей Украины. Это чистой водой провокация, которая спрямована против свободы слова, против демократических ценностей. Больше того, перешкоджение деятельности журналистов, а власне це сьогодні відбувалося під стінами Интера, це ще й кримінальний злочин. Тем временем другая група активистів і бойців полка Азу создавали фонд для апелляції телекомпании «Малятка ТБ» детского телевидения, которое ще с лето безуспешно пытается отобрати у Интера лицензию. Ещё в прошлом году окружной административний суд столицы поставил в этом деле точку, заявив, что претензії «Малятка» незаконны и безосновательны. Однако этого компании показалось недостаточно, и теперь дело рассматривает апелляціонний суд. Азовцы фактически начали оказывать давление на судей, прорвавшись внутрь здания с плакатами, из-за чего заседание задержалось. Среди прочих в зале оказался и нардеп от Народного фронта Николай Княжицкий. Ещё с прошлого года он призывает лишить Интер лицензии, чтобы вместо новостей показывать мультики. Как нам удалось выяснить, организация «Вильни-Люды» напрямую связана с депутатом и ещё с несколькими его коллегами от той же партии. Это Сергей Кузан, протеже заместителя главы Верховной Рады Андрея Порубия, попавшего в парламент по списку Народного фронта. А вот ещё один участник акции у здания редакции подробностей – Иван Кишко, штатный помощник ещё одного депутата от премьерской фракции Николая Величковича, бывшего зама главы МВД Арсена Авакова, который уже не раз грозился прекратить вещание телеканала «Интер». Особенно после того, как нам удалось выяснить, что МВД по завышенным ценам через фирму супруги министра закупала рюкзаки для военных. Да и полк «Азов» подчиняется МВД. А вот на этих кадрах уже Николай Княжицкий идёт во главе колонны той самой организации «Вильни-Люды», устроившей акцию под парламентом несколько недель назад. Выходит, за нападками на телеканал «Интер» стоят конкретные политики. Николай Княжицкий уже был участником громкого скандала в попытке закрыть рот неугодным СМИ. В 2013 году, по мнению журналистов, именно он вместе с главой СМБО Владимиром Севковичем организовал рейдерский захват телеканала «ТВАЙ». И те же акции, тоже блокирование канала милицейскими батальонами «Беркутом». Тогда канал, открыто критиковавший Януковича и правительство, фактически забрали у собственника. Сменили руководство и журналистов. За эту аферу один из её участников, Александр Альтман, был приговорён лондонским судом к полутора годам тюрьмы. А Княжицкого издание «Телекритика» назвало одним из главных врагов прессы в Украине, наряду с Януковичем и Азаровым. Однако он не только не предстал перед судом, но даже сумел получить депутатский значок. По мнению политологов и юристов, угроза в адрес журналистов и акции против «Интера» – попытка реализовать такую же схему, закрыв рот неудобным СМИ. СМИ. Протест под гражданский пикет, просто решить свои бизнесовые цели. Речь идёт о том, чтобы закрыть рот одному из телеканалов, который не нравится, может быть, что говорить. Этим хотят воспользоваться те силы, которым свобода слова в Украине мешает жить. Понимая, что если двигаться исключительно в правовом поле, шансов нету, то пытаются создать некую видимость общественного резонанса, видимость вопиющих нарушений, для того, чтобы хоть как-то оправдать свою позицию. Вот что по поводу таких нападок на СМИ в одном из своих последних интервью сказал российский оппозиционер Борис Немцов. Могут рассказывать, что в связи с войной с Россией необходимо навести элементарный информационный порядок, необходимо, чтобы вся нация была консолидирована, и вот такие благие задачи и цели будут ставиться. И очень многие люди, кстати, могут в это поверить. Давайте-ка введем какую-то такую военную цензуру с тем, чтобы, не дай бог, какие-нибудь проводники идей там развала, сепаратизма и так далее не могли появиться на экранах. Так вот, не поддавайтесь на это. Не поддавайтесь. Как только вам заткнут рот, так тут же начнется информационный террор и воровство, которое и так процветает и в России, и в Украине, и вообще на постсоветском пространстве. Надо понимать, что цензура, в первую очередь на телевидении, это безграничный беспредел чиновников. Потому что чиновники начинают воровать и грабить только тогда, когда они знают, что никакой огласки не будет. Почему нардепы, прикрываясь гражданскими активистами, пытаются закрыть рот неугодным СМИ? И за что на самом деле критикуют Интер? Возможно, за наше расследование коррупции в правительстве. Неуплаты Укрнафтой 10 миллиардов гривен налогов в бюджет, на что в Кабмине закрывают глаза. Раскрытие схем новой власти, из-за которых Европа и МВФ боятся давать нам деньги. Свои расследования мы продолжим. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, Андрей Кровец. Подробности недели, телеканал Интер. Ну а мы возвращаемся к главной теме этого дня, ну и, наверное, всей следующей недели. Брюссель. Напомню, там уже в эти часы собираются все основные парламентские политики из Украины. И есть проблема, о которой они просто обязаны будут говорить. Да-да-да, безвизовый режим. На этой неделе появились новости, мол, безвизовый режим для Украины откладывается. Можем в этом году его не получить, все требования не выполнили. Насколько это серьезно, давайте узнаем у нашего корреспондента в Брюсселе. София Кардиенко с нами весь эфир. София, а что говорят о безвизовом режиме? Для Украины он действительно откладывается? Дима, все будет зависеть от самых украинцев. Европейцы пока не согласились с тем, что Украина выполнила все критерии, необходимые для упрощения визового режима. Увы, но важно помнить еще и то, что официального решения Еврокомиссии по этому поводу нет. Все громкие новости сводятся к волне слухов, мол, европейцы готовы дать безвизовый режим Грузии, но не Украине. Хотя раньше считалось, что страны получат этот режим вместе. Можно ли назвать это катастрофой для Украины? И правы ли те, кто говорит, что в этом году безвизового режима для нас уже не будет? Скорее, нет, чем да. Даже и сейчас остаются две возможности. Первая, в Брюсселе о безвизовом режиме говорить будут. И на следующей неделе как раз достаточно украинских политиков, активистов и экспертов, которые могут убедить европейцев, что жест поддержки Украины важнее, чем формальные требования к нашей стране. Но с другой стороны, это очень важно понимать, что сами депутаты должны все-таки проявить работоспособность в середине марта. И они должны будут исправить несколько формальных вещей. И главное, о чем беспокоятся в Европе в связи с Украиной, это грядущий референдум в Нидерландах по вопросу об ассоциации с нашей страной. И некоторые политики даже говорят, мол, европейцы специально откладывают решение по визам для Украины, чтобы не раздражать лишний раз голландцев, которые, увидев такие шаги Еврокомиссии, могут попросту испугаться наплыва украинских мигрантов. Больше мниваемого, чем реального, конечно, и проголосовать против Украины. Чтобы такого не случилось, мол, еврочиновники и берут паузу на несколько месяцев. Впрочем, окончательную ясность по этому вопросу можно будет получить уже на следующей неделе, когда о визах заговорят здесь, на переговорах с участием украинских политиков. Студия. Да, коллега, спасибо. Ну, вот таким был первый час нашей сегодняшней программы. Свидели мы не столько за тем, что происходило в минувшие 7 дней, сколько за тем, что происходит здесь и сейчас, ну, и что скажется на неделе будущей. Прервемся на рекламу, чтобы встретиться через 10 минут. Вечер добрый, подробности недели. Прямой эфир, вторая часть программы. Я, Дмитрий Анопченко. В этом часе мы обсудим одно из главных мировых новостей сегодняшнего дня. Перемирие в Сирии. Наконец-то в этой стране возможен мир. Еще одна тема. Оскар. Вместе с вами обсудим, кому американские киноакадемики могут дать награды уже через несколько часов. И какие шансы у фильма про Майдан. Ну, а начнем. Начнем с Украины. Прифронтовые районы. На уходящей неделе о них снова говорили. Говорили часто и с обеспокоенностью. Количество обстрелов на этой неделе возросло до сотен в день. Сами бойцы заговорили даже о том, что могут возобновиться полномасштабные боевые действия. Насколько все это серьезно и как изнутри выглядит. Все это видели наши фронтовые корреспонденты. Больше года в Широкино не было украинских солдат. И уже в освобожденном поселке они ведут себя очень осторожно. Растяжки, фугасы, неразорвавшиеся мины. Уходя, боевики оставили сотни убийственных сюрпризов. На эту вину сегодня сняли с растяжки. Взяли обычную артиллерийскую мину. Вот сюда вот ставили обычный тротиловый заряд. Установили ее на растяжку. Ну 20 метров и трупы все. Возвращаться местным жителям уже некуда. Дворы, если не разрушены, то переделаны в укрепленные огневые точки. Военные их пока не обследуют. Брошенные позиции боевиков явно заминированы. Везде все перерыто, все в цинках. В доме тоже лежки, много матрасов, боекомплекты. Из поселка боевики уходили спешно, бросая даже боекомплект. Патроны, гранаты, огнеметы. При том, что это вооружение явное доказательство российской поддержки. Широкино не единственная тактическая победа. За последние несколько месяцев под контроль наших военных перешли поселки Павлополь и Пищевик. Еще два месяца назад линия фронта проходила практически по окраине села Орловска. Но после того, как наши военные заняли соседний Павлополь, линия фронта отодвинулась. И теперь Орловская, это уже тыл. Неглубокий, всего 5 километров, но постепенно здесь начинает возрождаться жизнь. За полтора года боев в селе осталось жить лишь треть жителей. Людям пришлось бежать от войны. Те, кому уезжать не было куда, были вынуждены приспосабливаться. Маленький Сережа до сих пор с ужасом вспоминает то время. Утром, днем и вечером нас стреляли. И даже когда к нам бабушка приезжала, стреляли ночью. Я такой заснул, там в час ночи уже начали стрелять. Я сразу в подвал, понад стеночкой меня провел. Пока в Орловском не работают школа, аптека, фельдшерский пункт и детский сад. Но жители надеются, что скоро им удастся все запустить заново. Фронт отодвинулся, а значит и люди в село вернутся. Люди начинают потихоньку возвращаться, на весну планируется очень много людей, чтобы возвращаться. Возвращения будут много. Поселок Зайцево. Здесь, наверное, за эту неделю был самый ожесточенный бой. Противника пришлось буквально отбрасывать назад. Работали савушки конкретно из-за телекона. Вот там две савушки, танчики. Бой длился почти сутки. Была попытка после артподготовки, попытка атаки, да, отбили. В истерзанном войной Зайцево еще остаются мирные жители. Мы привыкли, потому что мы живем тут. Я вот работаю фельдшером. У меня в основном старики одни. Худе, хотя не могу бросить. Живо ко мне их. По данным совместного центра по прекращению огня, за уходящую неделю по украинским позициям было выпущено более 600 мин. При том, что артиллерия должна быть полностью отведена от линии сопряжения. А вот прямые доказательства. Это 120-миллиметровые мины под Авдеевкой не разорвались, некачественные. Они просто застряли в асфальте. Огонь ведется двух дней, чтобы не успели выйти. Ведется, но оттуда вела 120-ка и из другого места по шахте 80-ка работала. Понимаете, и получается, никто не успевает спать. Тяжелые бои велись в районе Авдеевки, шахты Бутовка, поселков Опытные, Пески. Есть такие маленькие нюансы, что выходит очень много снайперов. Снайперы выходят и с великим калибром. Приезжают очень много российских военных, которые приезжают потренироваться. Но жизнь возвращается понемногу и в этот ад. На некоторых улицах, многострадальных Песках провели свет. Это сделали военные в перерывах между боями. Да будет свет, сказал электрик. Здравствуйте. А сколько? Вот с начала войны, как началась война, так и все с 2014 года. Как долго Светлана пробудет со светом, неизвестно. В период эскалации боевых действий коммуникации недолго остаются целыми. Геннадий Вивденко, Станислав Кухарчук, Владлен Ноль, Вадим Ревун. Подробности недели, телеканал Интер. Ну и уже через несколько дней все эти новости с Украинского фронта станут темой для переговоров в Париже. Снова нормандская четверка. В этом формате встретятся министры иностранных дел. О чем будут говорить? И главное, будет ли это просто дежурная встреча или все-таки случится что-то по-настоящему важное? Ответ на этот вопрос выясняла Татьяна Лугунова, наш корреспондент в Берлине, столице, пожалуй, главной страны нормандского формата. Таня, вечер добрый. Можно ли ожидать каких-то конкретных решений? Я почему спрашиваю? В последнее время очень много критики нормандского формата. Говорят, что собираются раз в несколько месяцев. Но вот нет конкретики, нет чего-то, чтобы переломило или хотя бы изменило ситуацию. Чего сейчас ждать? Даням вполне возможно, что главной новостью станет обновленный состав участников. Францию на переговорах представит новый министр иностранных дел Жан-Мар Кейро. Он почти два года был премьером Франции, очень близок к президенту Франсуа Ланду. Эксперты не исключают, что его участие в переговорах может повлиять на расстановку сил в нормандском квартете. Если раньше главную скрипку играла Германия, то сейчас вполне возможно усиление позиции Франции. Ну и, конечно, все-таки есть надежда, что встреча в Париже не закончится просто очередными декларациями. По крайней мере, министр иностранных дел Германии Франк Пальтерштейнмайер еще в начале недели в Киеве сказал, что на переговорах в Париже могут быть сделаны, цитирую, решительные шаги. И главной темой станет безопасность. Но, конечно, в Европе не забыли и о политической части минских соглашений. В высоких европейских кабинетах говорят, что Германия и Франция постараются сделать акцент на выполнении политической части минского пакета. И что в Европе уже не требуют от Киева внести изменения в Конституцию. Вместо этого настаивают на проведении выборов на оккупированных территориях. Ну и вполне возможно, что в Париже прозвучит и тема аннексии Крыма. По крайней мере, намерение поднять этот вопрос в рамках нормандского формата, говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Дима? Таня, короткий вопрос. Что говорят по поводу продления, либо возможного непродления европейских санкций против России? Я вот почему спрашиваю. Говорили о продлении на следующие 6 месяцев, но появилось заявление, очень много украинских журналистов на этой неделе его обсуждали, министр иностранных дел Литвы. Он говорит, что продление санкций в этом году может быть как никогда сложным. Вот такая цитата для дипломата. Эти слова уже достаточно много. В Берлине как настроены тамошние политики? Что говорят? Дима, главное условие снятия санкций с России, выполнение минских соглашений остается в силе. И да, европейские лидеры, например, Ангела Меркель, постоянно повторяют, запад готов отменить санкции, но только если будут выполнены все пункты Минска. Но здесь важно помнить, что решение о продлении санкций должно быть общим. То есть сказать да санкциям на следующие полгода должна каждая страна Евросоюза. И здесь могут возникнуть сложности с так называемыми друзьями России в Европе. И многое будет зависеть от позиций таких стран, как Чехия или Италия. Там политики говорят, мол, санкции только мешают диалогу с Россией. Но все-таки решающий голос будет за Германией и Францией, которые, скажем так, умеют убеждать другие страны Евросоюза. И все же Берлин и Париж слишком много поставили на минские договоренности и просто так отказаться от идеи их выполнения. И перечеркнуть все дипломатические усилия последних полутора лет немецкие и французские политики не готовы. Дима? Да, коллега, спасибо. Татьяна Лагунова была с нами на связи из Берлина. Но все-таки давайте понимать, что до того, как о войне и мире будут говорить в Париже, министры, предстоит дискуссия в Брюсселе, причем вот уже завтра. Напомню, весь эфир мы следим за главной темой этого дня. В столице Евросоюза готовятся к украинской парламентской неделе. Там сейчас и спикер, и лидеры фракции украинского парламента. Ну вот, среди них Юрий Бойко, он к нам сейчас присоединяется в прямом эфире. Юрий Анатольевич, вечер добрый. Вы с нами, слышите нас? Добрый вечер, слышу хорошо. Скажите, ну вот на этой неделе, только что мы сюжет смотрели в прямом эфире, на Донбассе были сотни обстрелов. Видно, чувствуется, сами бойцы говорят, что ситуация может ухудшиться, ухудшиться в любой день. Наверняка вы тоже об этом будете говорить в Брюсселе. Вот у вас нет ощущения, что минский формат может не дать тех результатов, на которые рассчитывают? Ну, на самом деле, Брюссель абсолютно четко понимает, что парламент Украины является очень важным механизмом для политического урегулирования и внедрения минских соглашений, урегулирования конфликта и завершения активной фазы боевых действий. Поэтому очень большое внимание уделяется тем вопросам, которые будут рассматриваться украинской делегацией во главе со спикером парламента, с руководством Европарламента. И речь идет вообще об повышении эффективности работы парламента по всем направлениям. Ну, например, вот я выделил три основных момента, которые уже сегодня прозвучали в информации руководителя миссии Европейского парламента Пэтта Кокса, который длительное время изучал работу украинского парламента и делал свои заключения, как повысить его эффективность. В первую очередь, конечно, это надо принимать те законы, которые действительно нужны людям, а не отражают политические амбиции отдельных лидеров. И на это было заострено внимание, что законы должны работать для людей. Второе, что не должно быть таких больших перерывов в работе парламента, так как три недели в то время, когда страна находится в сложной экономической и политической ситуации. И третий вопрос, это повышение роли оппозиции как контроля за властью, как органа, который не дает злоупотреблять власти своим, довериям, людей. И эти вопросы рассматривались. А как, ну вот перерыв в работе Рады скоро закончится, как коллеги ваши настроены, вы же со многими общаетесь, лидеры фракции, все в Брюсселе, с чем Рада возобновит работу? Вот не получится ли так, что после этого длительного перерыва, за который парламент многие критикуют, придется следующий объявлять, если коалиция все-таки так и не заработает? Действительно перерыв этот очень длительный, и его справедливо критиковали сегодня. И однозначно будет принято решение, что таких перерывов больше не будет. Что касается позиций в парламенте, то, судя по настроению, будут очень сложные переговоры, скорее всего, коалиции не будет. То, что мы говорили раньше, коалиция, она распалась, и я не вижу пока сегодня возможности и вообще желания у возможных членов коалиции ее создать. Очень много противоречий внутренних, очень много противоречий между президентом и премьер-министром обмениваются различными политическими заявлениями, которые показывают на непримиримость позиций. Ну, в любом случае, вы сейчас в Брюсселе, там лидеры фракции, может быть, вот как-то разговоры при европейцах на что-то могут повлиять. Спасибо большое, что включились. Брюссель у нас был на связи, там Юрий Бойко и другие лидеры парламентских фракций, ну, в том числе и глава парламента. Еще одна тема, тема еще одной войны уже на Ближнем Востоке. События в этом регионе определяют очень многое в глобальной политике. Это и цены на нефть, и расстановка сил в Европе, а еще терроризм. То, чего боятся в наше время, наверное, во всех странах на планете. В том числе и мы с вами боимся. Вспомните недавние теракты в Париже. Кажется, очень далеко, а на самом деле это всего лишь несколько часов пути на самолете. Наша с вами безопасность тоже зависит от того, как будут развиваться события в двух странах. Ираке и Сирии. Именно на их территории выросла главная опасность этого века, исламское государство. Наш военный корреспондент Вениамин Трубачев видел, что оставляют после себя террористы. Давайте посмотрим. Вот эти дома, это уже окраина Масула. Город является главным командным центром исламского государства в Ираке. Боевики его захватили два года назад и до сих пор удерживают в хорошую погоду даже видно черные флаги. Сегодня утром я заметил несколько автомобилей террористов. Выпустил по ним целую ленту патронов. У меня надежный пулемет, не подводится. Видишь, впереди нас небольшой холм. Вот туда террористы подходят и начинают стрелять. Они не сидят на одном месте, а постоянно перемещаются. Масуль для боевиков – город-символ. В главной городской мечети лидер террористов Аль-Багдади провозгласил создание исламского государства. Это было его первое публичное выступление. Только по самым минимальным подсчетам в Масуле более 4 тысяч хорошо обученных боевиков. И покидать город они явно не собираются. У них современное оружие и техника. Но иракские военные все-таки понемногу вытесняют террористов из страны. В начале года армия выбила джихадистов из пригорода Багдада-Рамади. Сейчас бои идут в Палудже. Полностью зачистили Синжар и готовятся штурмовать Масул. В Масуле живет больше 2 миллионов человек. Для нас это проблема. Террористы прикрываются людьми, а мы не можем стрелять по мирным. Этот человек – один из полевых командиров. От его решения зависит, когда и где начнется зачистка. Террористы несколько раз пытались его убить. Но, кажется, покушения делают его только сильнее. Мы уже уничтожили множество боевиков. Их тела до сих пор лежат по линии фронта. Мы освободим Масул, как и освободили Синжар. Джихадисты, похоже, очень недовольны, что им приходится покидать завоеванные территории. В стране участились теракты и нападения на военных. Террористов выдавливают из Ирака. Но какой ценой? Что оставляют после себя джихадисты? Мы направляемся в город, где они совсем недавно правили. Мы сейчас едем в Синжар. Чтобы попасть в этот город, нужно получить разрешение полиции и военных. Мы это сделали. Нам даже выдали охрану. Несколько вооруженных людей едут в этом автомобиле. Мы должны следовать за ним до самой линии фронта. За окном разрушенные дома, уничтожены целые села. Едем максимально быстро. Любое промедление и автомобиль уже цель для террористов. Синжар превратился в город-призрак. Боевики исламского государства захватили Синжар в августе 2014 года. И совсем недавно пульские военизированные формирования отбили этот город. Бои были настолько ожесточенные и интенсивные, что эта часть города полностью разрушена. Вот одна улица, еще одна. Все вокруг в руинах. Ходить по этим улицам до сих пор нужно очень осторожно. Только по проверенным тропинкам. Потому что военные говорят, что террористы, когда покидали город, многие разрушенные здания заминировали и установили противопехотные мины. И взрывы звучат здесь до сих пор. Джихадисты не оставляют попыток вернуться. Они занимают несколько поселков вблизи Синжара. Обычно они отправляют к нашим позициям смертников. Чтобы укрыться от постоянных бомбардировок, террористы сделали целую систему подземных тоннелей. Вот вход в один из таких тоннелей. Но ходить туда до сих пор никто не решается. Вероятно, боевики эту территорию заминировали. В этом доме жила семья с маленькими детьми. Снаряд попал прямо в детскую комнату, рассказывают очевидцы. И взрыв был настолько мощный, что игрушки разлетелись на сотни метров. Раньше здесь была христианская церковь. Когда террористы захватили Синжар, первое, что они сделали, ее взорвали. Напоминание о том, что здесь, когда-то была святыня, установлен крест на этих руинах. Террористы не только разрушили святыни, но и убивали христиан, уничтожали езитов, курдов, всех, кто им не нравился. Мы нашли массовое захоронение. Там тысячи людей. Это центр Синжара. Люди сюда, местные жители, не возвращаются. Ну и, по сути, некуда возвращаться. Сейчас здесь живут только кутские военные формирования. Они окопались вокруг города. И говорят, что не допустят больше, чтобы сюда вернулись террористы исламского государства. Мы будем сражаться до последнего. Даже если у нас не будет оружия и останутся только вот такие старые автоматы Калашникова. Кафе и ресторанов здесь нет, поэтому бойцы под открытым небом на костре готовят ужин. Сейчас вот варят курицу. Вечернюю трапезу прерывает сообщение по рации. Бойцы заметили передвижение неизвестного автомобиля. Вероятно, это джихадисты. Вот сейчас на окраине города началась стрельба, какое-то стрелковое оружие. Военные говорят, что нам нужно сейчас уезжать срочно с этого места. Боец садится к нам в автомобиль и выводит из города по самой безопасной дороге. Он показывает, откуда именно сейчас ведется огонь. База террористов находится вот там. До нее 5 километров. Они часто приходят сюда пострелять. Выезжаем уже с первыми сумерками. Через каждую сотню метров расстрелянные автомобили. Уехать отсюда удается далеко не каждому. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Марьяна Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер. Ирак. Ну и если в Ираке проблему войны решить все-таки достаточно просто. Нужно победить террористов. Хотя это тоже большой вопрос, как это сделать. То в соседней Сирии ситуация еще сложнее. От войны уже так устали, что договариваются о мире. И накануне практически на всей территории этой страны удалось прекратить огонь. Удается ли поддерживать перемирие в эти минуты? Ну а самое главное, вот что дальше? Не будет ли оно нарушено? Давайте узнаем у нашего корреспондента в Соединенных Штатах Тихона Дзятко. Тихон, вечер добрый. Ну, день добрый, учитывая разницу во времени. А что говорят в Вашингтоне о сирийском перемирии? Вот какие планы строят? Дмитрий, ну, одна из главных эмоций здесь в Вашингтоне, конечно же, оптимизм. Многие месяцы переговоров по Сирии наконец-то привели хотя бы к шансу на мир в этой стране. Все-таки прошло пять лет войны, Сирия почти полностью разрушена. 200 с половиной тысяч человек убиты, миллионы стали беженцами. И вот теперь и армия президента Башара Асада, его союзники из шиитских группировок и почти сотни группировок, которые им противостоят, согласились на прекращение огня. Но вместе с оптимизмом здесь, в Соединенных Штатах, чувствуется, я бы сказал, настороженность, поскольку никто не понимает, насколько долговечным окажется это перемирие. Уж слишком много участников в сирийской войне. Это и Курды, и Турция, и Россия, и Западная коалиция во главе с США, и еще Иран, правительственные войска и группировки оппозиции численностью от нескольких тысяч до нескольких десятков человек зачастую. Все стороны договорились продолжать борьбу с исламским государством, но, похоже, ждут повода продолжить противостояние между собой. Накануне представитель Госдепартамента США Марк Тонер сказал, что Кремль заверил в Белый дом, мол, не будет наносить удары по оппозиции. Но в Вашингтоне, кажется, это оценивают как очередную проверку. Дескать, вот теперь-то точно станут ясны стремления России в Сирии. Кстати, говоря об этом, Тонер был не слишком дипломатичен. Он использовал американское выражение, что вот теперь для Москвы наступило время, я процитирую, или делать дело, или заткнуться. Естественно, это вызвало бурную негативную реакцию в России. Еще одна угроза для перемирия — это позиция Турции. Анкара настаивала на том, чтобы из числа участников соглашения о перемирии исключили сирийских курдов. И уже после того, как перемирие началось, курды обвинили Турцию в том, что ее войска обстреляли подконтрольные курдам города и тем самым нарушили договоренность. Ну а оппозиция в том же, к слову, обвинили Асада в нарушении перемирия. Так что похоже, что следующая неделя станет решающей. Если перемирие продержится еще хотя бы несколько дней, то это придаст уверенности политикам и дипломатам. Мол, успех возможен и войну еще можно прекратить. Но если этой ночью или в следующие несколько дней бомбардировки и ожесточенные перестрелки возобновятся, идея мирного решения в Сирии получит такой удар, от которого пострадают все и Соединенные Штаты, в том числе. Дмитрий. Коллега, спасибо за информацию. Тихон Дзятко был с нами на связи из Вашингтона, но должен сказать, что в эти минуты внимание всего мира приковано все-таки не к американской столице, а к другому американскому городу, к Лос-Анджелесу. Там сейчас 10 утра, а значит последнее приготовление к церемонии вручения Оскара. Кто получит в этом году заветную статуэтку и, главное, каковы шансы у документального фильма об украинском Майдане? Я только сегодня утром вернулся из Соединенных Штатов, вернулся из Лос-Анджелеса, так что далее все подробности. Эксклюзивно. Церемония уже сегодня. А это значит и для организаторов, и для прессы приходит время дедлайна. На Голливудском бульваре уже объявлена финальная готовность и нервы взвинчены у всех. Быстро, быстро, еще быстрее. Последняя возможность подкрасить декорации, сбалансировать камеры, записать стендап и сделать селфи. Еще чуть-чуть и тут все изменится. Ряды заполнятся зрителями, а на красную дорожку начнут пребывать звезды. Главная премия в мире кино в этом году изменилась внешне. Сам Оскар теперь выглядит по-другому. Вернулись к дизайну, придуманному в далеком 29-м. И внутренне. После скандала с отсутствием в списке номинантов темнокожих актеров, киноакадемию теперь ждет коренная реформа. Среди тех, кто голосует, появятся новые люди. А значит, стать номинантом и даже получить Оскара, все больше шансов не только у признанных мэтров, их заведомо выигрышных сюжетов, но и у совсем других историй. Не тех, которым привык Голливуд, а таких, как наша, украинская. Оскаровская церемония всегда интересна сама по себе, но в этом году у нас был особенный повод приехать сюда, в Лос-Анджелес, потому что здесь, на Голливудском бульваре, нам назначил встречу человек, за которого вся Украина в эти дни держит кулаки, Евгений Афинеевский, автор фильма «Зима в огне», фильма о Майдане. Слава Украине! О фильме сейчас только и разговоров. Ленту даже в американском конгрессе показывали. Но в ноябре 13-го Евгений Афинеевский уж точно не думал, что то, что он начнет снимать в Киеве, когда-то выдвинут на Оскар. Прилетел на 2-3 недели, а застрял на полгода. Каждый день на Майдане превратился в тысячи часов видео. Кадры, снятые профессиональной камерой, стримы, картинка с мобильных телефонов, среди конкурсных документалок еще не было. Фильма, в котором было бы сведено настолько разное видео. Создать из него полуторачасовой фильм многие в Америке считали просто нереальным. Какой уж там еще и на Оскар претендовать. Многие всю жизнь снимают что-то специальное для Оскара, пытаются там алгоритмы прочитать, пытаются понять выше, но совсем не так снимали. Алгоритма здесь нету, его прочитать невозможно. Я делаю что-то для души, что-то, что может изменить судьбы людей. Ну вот так вот мне хочется. Евгений говорит, ему было важно дать зрителю почувствовать Майдан. Знать его, понять, что двигало людьми, которые там были. Поэтому «Зима в окне» фильм не политический. Это простые человеческие истории о борьбе за свободу, которые часто не видят за новостными заголовками. Именно это оказалось очень близко американцам. Для американцев это зеркальное отражение, за что их праоцисты стояли, сражались. И поскольку украинский народ сражался за свободу, за независимость, за демократию, то в данной ситуации это основные вальюс Америки, на которых она стоит. И напомнить молодому поколению о том, что есть цена всему этому. Какие шансы у ленты о Майдане? Что кинокритики, что всезнающие букмекеры говорят о том, что «Зима в огне» вполне может не ограничиться только номинацией. Фильм зацепил своей искренностью. Искренность в этом году у киноакадемиков в принципе в цене. Сколько тот же Леонардо Ди Каприо пытался получить заветную статуэтку, но его громким ролям как раз искренности и не хватало. А значит, пять номинаций на «Оскар» так и оставались номинациями. И лишь сегодня шестая попытка может увенчаться успехом. «The Revenant» «Выживший» снимали всего 80 дней. Никаких павильонов. Все максимально реалистично, в том числе и адских холод. Вегетарианец Ди Каприо так вжился в образ, что в сценах с убитым бизоном на самом деле ел сырое мясо. Лента не лишена недостатков, но фильмы, вызывающие такое яркое послевкусие, настолько редко выходят в прокат, что выжившему прощаешь все. Я в жизни еще в таких условиях не снимался. Мы страшно мерзли, я постоянно был голоден, измотан. В то же время это была возможность сделать что-то особенное, то, чего никогда еще не делали в кино. Так что этот фильм вполне способен снять с Ди Каприо «Оскаровское заклятие невезения». Мол, лента заслуживает статуэтку за каждую сцену, за каждую деталь, за каждый кадр. И уж тем более за лучшую мужскую роль. По крайней мере, фанаты Лео так говорят. Они в этом уверены. Всю эту неделю они постоянно слонялись на Голливудском бульваре. Делали ставки, обсуждали, агитировали. Очень заметные, шумные, яркие. Иногда даже слишком. Я вот собрала всех «Оскаров», каких только нашла, и нашила их на мой жакет. И даже кусочек от занавеси «Оскаровской церемонии» на себя нашила. В этом году Лео, как никогда, близок к победе. И интрига развеется уже через считанные часы. Среди тех, кто может победить в этом году, и Бри Ларсон. Ей просят «Оскара» как лучшей актрисе. Ее фильм «Комната» – тонкая чувственная драма. Простая, но одновременно очень глубокая. Хорошие шансы и у Сильвестра Сталлоне. Его первого роки тоже когда-то выдвигали на «Оскар». Но в итоге дали лишь «Золотую малину» как худшему актеру 20 века. И сейчас тот самый, последний шанс реабилитироваться. Так что он наверняка в эти минуты репетирует благодарственную речь. А вот кому скажет спасибо Евгений Афиньевский? Если получит своего «Оскара», он давно уже решил. Тем, кто помогал снимать этот фильм. И всем тем, кто там, на Майдане, делился с ним своими историями. Я планирую сказать спасибо всеми на моих операторов. И еще и многих других людей, с кем я познакомился на Майдане. Я сейчас мечтаю уже на обратную съемочную площадку. Для меня эта неделя, она такая тяжелая, что я хочу на съемочной площадке, я хочу творить. Я творец. Но с другой стороны, нельзя и убегать вот от этого момента, потому что этот момент дает возможность этому фильму быть более увиденным. От успеха фильма о Майдане зависит еще одно очень важное решение. В кулуарах церемонии мне рассказали, если сегодняшний день принесет ленте «Оскар», Голливуд решится на еще более масштабную экранизацию. На вычитке у продюсеров крупных студий сейчас сразу несколько сценариев, теперь уже художественного фильма о событиях в Украине. И если их утвердят, экранизацию дадут кому-то из очень именитых режиссеров. Возможно, даже сам Спилберг возьмется. Но для этого всемогущие кинобоссы, как и простые смертные, просто хотят услышать решение жюри. А его огласят менее чем через 8 часов. Из Лос-Анджелеса. Дмитрий Анопченко. Подробности недели. Телеканал «Интер». Ну вот такая ситуация сейчас в Лос-Анджелесе. Будем держать кулаки за украинский фильм. Тем более, что Евгений и его коллеги делают очень много в ситуации, когда, ну что греха таить, политики, в том числе и в Америке, разочаровываются в Украине. Эти фильмы еще раз напоминают о тех ценностях, которые едины, которые объединяют и нас, и американцев, и европейцев. Это были подробности недели. Спасибо, что смотрели. До встречи в следующее воскресенье. Продолжение следует...